Привет! Ты на канале Второй Ангел Планет и у нас сегодня расклад, который называется Чувства и Интим. Выбирай колоду 1, 2, 3. Не забудь подписаться, чтобы меня не потерять и, конечно же, поставить лайк. Первая колода у нас это Монара, потому что это и чувства, и интимы, и сексуальные отношения. Поэтому давай посмотрим, что в ваших отношениях, что между вами и на сердце, и на уме, и в делах, и в сексуальном плане. Что на сердце у него? Очень легкомысленно относится к отношениям, я бы даже сказала, довольно поверхностно. И я бы по характеру обозначила этого человека как немножечко безответственного. Слишком легко ему все в жизни давалось, и ответственности за себя брать не умеет, и тем более в отношениях за партнершу может и не взять. Да, поэтому вот на сердце у него такие легкие приятные отношения для приятного времяпрепровождения отношения. Что на сердце у женщины, посмотрим. Она очень привязана к этому человеку, прям идет, бежит женщина, партнерша, хочет от этого человека чего-то добиться, хочет, чтобы он проявлялся, хочет, чтобы он брал на себя ответственность. А вот эта карта просто в подтверждение этой карте говорит, что нет, человек отстраняется, не хочет выяснения отношений в общественных местах, не хочет, значит, проявляться, да, не хочет в общественных местах куда-то вместе ходить и просто на показ, да, выставлять все, что происходит в отношениях. Тут не только о безответственности, но и о неуверенности в себе со стороны мужчины проявляется, со стороны женщины может проявляться тот момент, что она слишком много ожиданий закладывает на эти отношения, очень много ожиданий от мужчины, которые могут тоже не оправдаться. Давай посмотрим, что на уме у него. Манипуляция, такой тайный кардинал со стороны, да, чувствует одно, а вот ум, да, хочет все-таки чего-то добиться, да, посредством женщины или хочет, чтобы она вела себя так, как ему нужно, как нужно мужчине. И что же на уме у женщины, да, в данный момент происходит. А женщина не хочет, чтобы ей манипулировали, управляли, чтобы она в руке не погрязла, чтобы она чувствовала себя такой, да, неуверенной, скажем так. Она хочет быть уверенной, свободной в себе, самой, сама с собой, сама себя любить, сама себе время дарить, лишнего времени в этом плане, да, на бытовуху тоже не хочется тратить. Тут хотя бы, да, совпадают вот эти моменты, этот момент и этот момент легкомысленности, да. Мужчина с женщиной друг друга зеркалит, просто легкомысленность проявляется в разных аспектах отношениях. У одного человека на сердце, у другого человека на уме. Женщина хочет быть беззаботная в плане ма, чтобы за нее мужчина решал все вопросы. А мужчина хочет быть безответственным в душевных состояниях. Это будет, да, по совместимости у нас тогда, да, по чувственной и интимной совместимости. Это хотя бы перекликается тут в этих соотношениях. И давай посмотрим, что будет делать он, да, в отношениях. Как только будет проявляться безответственность, как только он поймет, что будет тяжело, он может уйти и расстаять, да, просто уйти, просто встать, просто закрыть с собой дверь. Что будет делать женщина в отношениях? Будет удерживать сексуальным аспектом. Будет удерживать интиму. Не захочет мужчину отпускать. Какой-никакой все-таки это мужчина для нее. Все-таки это ее мужчина. И, конечно же, будет удерживать и брать, получается, всю ответственность на себя. Чтобы не расстаяли эти отношения, как снег. Потому что мужчина может просто встать и уйти, даже без объяснений. Без рассказов о том, что и почему так. Ну, просто не захотел и все. Зачем лишний раз говорить? Это легко же сделать. Женщина очень быстро привязывается. Особенно, если была интимная связь. Через эту интимную связь идут каналы привязки к мужчине. Конечно же, не хочется ей... Вот в этом плане легкомысленности, да, и отвязки не хочется. Сильно привязалась. И тут прям интимная связь на зависть к богам. Тут даже боги подглядывают за этой связью. И давай посмотрим, что же тогда между мужчиной и женщиной сейчас. Ух, невозможность дальнейшего проявления. Невозможность пойти в какие-то глубинные отношения. Тут и секс, возможно, перегорает. Сексуальные отношения перегорают. Невозможность быть вместе. Все только на женщине и держится. В этом плане. И отгорели, да, какие-то моменты в чувствах. Отгорели какие-то моменты. Потому что женщина тут на себя много что взяла. Но и в то же время заманила, да, в некотором роде себе, к себе мужчину. Но сама не хочет тоже его в ответственность брать. Какой-то его расчет. И что в сексуальных отношениях получается. Что же, что сделать, что поможет. В данном случае куда-то вместе съездить, отдохнуть, перевести дух. Куда-то отправиться, направиться в путешествие. Чтобы там активизировать страсть. Чтобы найти новые точки соприкосновения. Это могут быть сексуальные игры. Это может быть поездка. Новые ощущения. Воздух новой страны. Вообще просто хотя бы даже в санаторий съездить. Да, там вдох-выдох, передохнуть. Это может быть как спокойная поездка, так и какая-то страстная. Какие-то могут быть порывы, да. Которые резко переменят там обстановку. И, конечно же, изменят отношения в обстановке. Человек тоже меняется. Тоже, возможно, как раз будут перемены в этом плане. Тоже человек готов будет сдвигаться, да. Идти навстречу. Потому что это хорошее времяпрепровождение. Хорошее совместное времяпрепровождение. И хорошая перемена. Перемена, в общем, она всегда тут к лучшему. И давай посмотрим, что же будет, да. Что же будет. Преклоняйтесь перед тобой. Преклоняйтесь перед тобой. Да, но с другой стороны, также показывает отношения человека не только к тебе, но и к женщинам. Он всех женщин любит, уважает, почитает, ценит. Ну и также, да. С кем-то может еще общаться и кого-то еще также почитать. Тут вот такой, я бы сказала, двоякий момент. И к тому же это у нас еще находится на той линии, где легкомысленное отношение поведения, где в ваших отношениях невозможно что-либо развивать, да, в отношениях мужчины и женщины, где нету каких-то возможностей. Мужчина, да, тут может еще с кем-то общаться, нету возможности именно из-за того, что кто-то еще есть на примете в общении, да, не исключает этого мужчина. Мужчина этого не исключает. Ну и вообще в отношениях это никогда не исключено. Поэтому давай посмотрим, что же в результате в ваших отношениях. В результате в отношениях это такая взаимная игра. Она может быть манипулятивная, да. Друг друга знают настолько хорошо и досконально. И тут эта линия, что называется, прослеживается тоже через весь расклад, что они играют друг с другом, что может быть выяснение отношений. в общественных местах, что женщина, если поведет себя манипулятивно как-то, то и мужчина повернет это против нее или будет так же играть, да, делать так же, так же зеркалить. К тому же через весь расклад, рейтмотивом идет зеркалирование друг друга в безответственности и в манипулировании. Если здесь мужчина манипулирует женщиной со стороны того, чего он хочет добиться и как он хочет, чтобы она себя вела, то тут женщина уже заставляет мужчину вести себя так, как выгодно ей. Ну и тут точно так же, да, в результате эта игра, в результате эти отношения взаимно манипулятивные. Люди давно друг друга знают, знают, что друг от друга ждать и знают все стратегии поведения. Ну не все, но как минимум те, которые помогают им оставаться в этих отношениях и держаться в этих отношениях. Поэтому результат такой, да, что отношения-то есть, но в игровой форме, в сексуально-игровой форме. И то тут, я бы сказала, женщина больше сексом удерживает эти отношения. Это вот у нас чувство интим, вариант 1. И тогда давайте посмотрим, что у нас с вариантом 2. Вариант 2 у нас Казанова, колода Казанова. Давайте посмотрим, что там у нас с чувством и с интимом. Что на сердце у него. Мы также смотрим, да, чувство сожаления на сердце у человека. Чувство того, что он что-то такое сделал в своей жизни не так, не тогда, не вовремя. Чувство сожаления может быть по прошлой жизни, а может быть и в ваших отношениях, да. Тут надо смотреть поподробнее, да, у каждого свой личный индивидуальный расклад. У каждого свои индивидуальные моменты, да, о чем может сожалеть. Как может сожалеть и определенный заданный вопрос, а эта карта скажет, да, о чем сожалеет. Что же на сердце у женщины? Скандал обвиняет его, да, говорит, что вот ты во всем виноват, и в этом виноват, и в том виноват. Тут, конечно же, в паре сожаления идут о том, что, может быть, не там и не туда я иду, думает мужчина, да. Ни с той женщиной, ни с теми отношениями, потому что скандалы с обвинениями. И тут могут быть, конечно же, сожаления по поводу того, что это не те отношения, которые ему нужны. И это могут быть сожаления в целом о жизни, потому что женщина тут не так уже себя ведет, не так она в сердечных делах проявляется. Но тут она, конечно же, тоже взаимовыгодно скандалит из-за того, что мужчина не проявляется. Больше, возможно, сожалеет и о чем-то ноет, нежели создает гармоничные отношения. Ну и женщина тоже, конечно, не создает на этой позиции гармонию. Что на уме у него? Давай посмотрим. На уме у мужчины. Он просто, возможно, держит на расстоянии, испытывает на прочность, испытывает на нервы. Хочет, да, чтобы женщина или терпела, или вынуждена была, да, с какой-то вынужденной позиции проявляться, как-то вынуждена себя вести, чтобы там вот, или чтобы она на него больше обращала внимание, да. То есть удерживает ее позицию в таком состоянии, ждет, выжидает, когда же она сделает то, что тоже ему надо. Это тоже в некотором роде такая требовательность. Напрямую это означает, человек сказать не может. Напрямую мужчина не говорит о том, что же ему надо на самом деле, а своим поведением, своим отношением. Начинает так показывать, проявлять, в некотором роде так женщину учить, что, ну, для нее непонятно, да, чего же надо на самом деле мужчине. Поэтому вот что, что на уме у него и что на уме у нее. Она пока наблюдает за этим всем со стороны и пытается понять, что надо, да, выжидательная позиция с платоническим влечением. Мы видим, что вроде как не все потеряно, платоническое влечение есть. Тем более сексуальное отношение, хоть и скандалы есть, но в примирительном понимании друг к другу. Возможно, тут уже у пары, у партнера нету, конечно, бурной страсти, потому что на уме-то мало того, что выжидательные периоды, да еще такие с одной стороны выжидательные, с другой стороны наблюдательные. У каждого свой наблюдательный пост, наблюдает друг за другом, наблюдает, кто как будет из пары проявляться. Так, и давайте посмотрим, что у нас, что же будет делать он, да, что будет делать он. Скрываться и скрывать от женщины то, чего он хочет. Так и скрывает он все-таки, да, возможно, тут он что-то еще скрывает, до конца не договаривает. Не любит вообще говорить мужчина не только о своих проблемах, но и о своих желаниях. А если уж нужна ему реализация желаний, то он пойдет буквально и возьмет, да, эту реализацию желаний. Сам себе на уме такой мужчина, я бы сказала, да, сам знает, чего хочет, но не озвучивает. Пойдет, да, молча и добьется, и сделает, что надо, что в отношениях, что вообще в жизни, да. Человек, который, если и любовницу заведет, то, по крайней мере, не будет о ней никому рассказывать, даже своим друзьям, и никто никогда об этом не узнает. И что будет делать она? Давай посмотрим. Со стороны этой женщины идет терпение, ожидание, стойкость. Она готова все вместе пережить, она понимает, что это сейчас такой временный жизненный период, что да, что такое у мужчин бывает. Женщина со всей мудростью относится к этому всему. Просто когда мудрости уже не хватает, конечно же, бывают скандалы тут на сердце, да, они проявляются. Конечно же, не без этого, да, взрыв на макаронной фабрике бывает, но женщина все, по крайней мере, стойко переносит, потому что, на самом деле, она готова сохранить лодку семейной жизни и переправиться вместе с мужчиной дальше. Это ожидание, да, стойкости и выдержки. То есть вот с этой женщиной, что называется, можно Эверест покорить. Она где-то там, возможно, застрянет, но будет выдерживать, выжидать, когда буря закончится. И давай посмотрим, что же у нас в позиции, что между мужчиной и женщиной, что между вами. Хорошее отношение, хорошее проявление, хорошее страстное проявление, да. Женщина очень много на себе удерживает, берет на себя ответственность за отношения. И она их поддерживает и в сексуальном плане, и в плане бытовом, да, и везде у нее хорошо. И, что называется, и дочь сына родила, и на кухне всегда вкусно, и дома идеальный порядок, и в постели. И что же у нас тогда, на самом деле, в сексуальных отношениях при таком раскладе, да. Все-таки мужчина ее до сих пор хочет. Все-таки готов, готов выдерживать, да. Какие-то ее капризы, сожалеет, но выдерживать готов. Все-таки в сексуальном плане еще она его возбуждает. Это прямо такая, да, в некотором роде семейная жизнь. Даже если люди официально не расписаны, все равно они находятся уже в обязательствах, в связанных друг с другом отношениях, в терпеливости, в принятии находятся. И следующая позиция у нас это, что будет, да, в отношениях между такими людьми. Что будет, если не изменится вот это вот сожаление, то, что на сердце, потому что это сейчас самые такие тяжелые периоды. Если не изменится жаление и скандал, то тогда будет предательство. Будет предательство, потому что тут мужчина тоже уже что-то скрывает, да. Если не изменить стратегию, будет предательство. И что в результате соотношениями? С отношениями. Ну, это просто измена со стороны мужчины в семье останется. Ну, тут как совет карт надо менять, менять позиции, менять позиции поведения. Мужчине отказываться от сожаления, что все у него не так, как он хотел, не все так благополучно, как он хотел. Вот по этой позиции. Женщине надо отказываться от скандальности. Мужчине перестать жалеть себя и свою жизнь за то, что у него сложилось не так, как есть. Потому что пусть он складывает так, как надо. Да, человек, возможно, другой, не того он хотел. Но и интрижки со стороны мужчины не помогут. Возможно, он, конечно, пойдет на какие-то интрижки, да, но они его не спасут. Тут женщину на женщину менять, время терять. Он, с одной стороны, сожалеет, с другой стороны, ничего не делает. Значит, все-таки еще любит жену понимать, что просто для чувства, для игры, для разнообразия может пойти на измену, на лево. Женщина просто уже не выдерживает, да, что ее не любят, ей внимания не уделяют, что заставляют ее выжидать что-то, что заставляет ее вести так, как надо мужчине, что держит ее на поводке в некотором роде, на психологическом. Заставляет ее что-то терпеть, особенно поведение мужчины. Вот он так берет и специально делает, чтобы она, видите ли, научилась, так как ему надо, а он напрямую это не говорит. Конечно же, женщина тоже от этого устает, хоть и выдерживает. Поэтому она, видите ли, научилась, так как ему надо, а он напрямую это не говорит. Конечно же, женщина тоже от этого устает Хоть и выдерживает Поэтому у нее очень много Выжидательных позиций Что же тогда ты ничего, мой милый мой, не предпринимаешь Что же ты тогда вот по этой позиции Сам ты ничего не делаешь Чтобы что-то улучшить И так вот тут вот Все на мне, говорит женщина И так Держится на мне Что же ты, милый мой, а милый ты хочет Да вот только и на сторону Хочет походить Да, может походить, да еще и скрывает Женщина пока об этом не знает И давай посмотрим Третий вариант Да, у нас Третий, третья колода Если ты выбрал третий Или выбрала третий вариант Третий вариант, третий расклад У нас будет на колоде Магия наслаждений, второго наслаждений И давай так же пройдемся Посмотрим, что уже на сердце У него Тоже на сердце у него Третий вариант Говорит нам о том, что на сердце у него Прям нега принятия, изобилия А человек, который заработал деньги Принес домой Женщину обнял Который любит ее Прямо шел к ней И на нее шел И все для нее делал И, конечно же, она в принятии тоже Находит с того, что происходит Конечно же, он дает деньги Как же вот она На сердце что чувствует Она по поводу этих денег Понимает, что она зависима От этих денег И от мужчины Но, с другой стороны, она сама выбрала Эту зависимость Выбрала Мужчина Ей нужен Благосостоятельный С деньгами Который будет ее обеспечивать Конечно же, мужчина может Прояснять по деньгам Куда и где потратила Что женщине Ну, совершенно не нравится Куда я где потратила Ну, может, тебя и не касается Собственно Все, ты деньги мне отдал Растрачено Все, запиши себе в растраты И не контролируй, пожалуйста Меня, куда я потратила деньги Говорит ему женщина Все, выпиши себе Потрачено Все, даже не проясняй меня По этим моментам Я девочка Я не хочу ничего решать Я хочу платиться Я, между прочим, с тобой Вот Не только по любви Ну, и, конечно же Конечно, и за денег Мне нужно обеспечение Поэтому не надо Вот так вот, да На меня тут агрессировать Да А то я даже тебя боюсь Просто Кинь в меня кошельком И я пошла Ну, тоже такое отношение Да, мужчина вроде как Заботливо относится Как денег касается Денег, конечно, дает Вот, что, где, куда И как Это Денежное контролерство Совершенно не Благотворно Сказывается на отношениях Все, тут мужчине, да Как совет карты Надо расслабиться Я просто отдал деньги Все, забыл У себя напиши Потрачено Куда потрачено Даже не спрашивай Это даже Ты даже не поймешь Что такое консилер Что такое хайлайтер Не надо про это даже спрашивать Все, забудь Что же на уме там Что на уме у него Какой-то разговор Какая-то нерешительность В отношениях есть О чем-то хочет поговорить И так на балансе Да Разговор Может быть Приятный А может быть и нет Что-то хочет донести До женщины А женщина не хочет его пока что слушать Тоже пока к чему-то не готова Тут позиция женщины Неготовности К тому, что Что хочет мужчина Что же там действительно О чем пойдет речь Это в основном о новостях И разговоре О том, что мужчина На балансе Да, балансирует между Какими-то определенными моментами И даже не решается пока Что-то не решается Что же на уме у женщины Ох, то пусто, то густо То весело, то грустно Это эмоциональные качели То люблю, то не люблю То вместе, то не вместе хочу быть Тоже я пока такая нерешительная И тут, конечно же На уме у них совпадает Да, такие балансы Балансы К тому же тут еще и колесо фортуны Посмотрим, да Куда оно повернется Сейчас давайте посмотрим тогда На позицию Что будет делать Что будет делать мужчина Мужчина, если не скажет Да, о своих То ли намерениях То ли о том, что он хочет сказать Что хочет донести То он готов будет пойти туда Где его поймут без слов Это я бы сказала Такая капризулька Обидка Ох, меня тут не понимает Ох, оставьте Руку тыльной частью колбу Задрав подбородок И поэтому я хочу Чтобы мои ожидания Были предугадываемы Чтобы угадывали Что и как я хочу И чего я хочу И давай посмотрим Что будет делать Женщина, да В действиях Да, отношения здесь идут Вынужденные Тут хороший вопрос Почему женщина В этих отношениях Из-за чего она вынуждена быть В этих отношениях Потому что идет тот момент Что все-таки тут есть Меркантильный интерес Есть деньги Есть обеспечение Но до конца нет любви Потому что тут она Отворачивается от мужчины Ждет Сама тоже ждет Чтобы ее любили Сама любви не дает Может быть и тут поэтому Такие проявления Жесткие могут быть По деньгам Прояснения Куда, где и как Потратила И тут возможно Женщина действительно Да, она в некотором роде Приносит себя в жертву В этих отношениях И конечно же идет Наказание Да, за такие отношения Это прояснение По деньгам Это Не До понимания Партнера Не понимание Его Желаний Мало того Что он не говорит О своих желаниях И партнерша Так же Непонятно Как она Будет проявляться Когда Ей приходится терпеть Человек Вынужден терпеть И давай Теперь посмотрим Что же В сексуальных отношениях В таком случае На чем же держится Это все Ну Держится на ревности Сейчас это держится На ревности В сексуальных отношениях Да Кто-то Третий Лишний Смотрит Наблюдает За этой парой За этими отношениями И недумевает Почему же так все происходит Да Кто-то со стороны Есть сочувствующий В этих отношениях И давай посмотрим Что будет Да Между Такими людьми Да В результате В результате Запросов много Человек Возможно Просто не все запросы Готов выполнять По этим отношениям Он не может Все запросы Выполнить Ну потому что Или не хочет Или понимает Что все не так Как есть на самом деле Женщина Действительно Очень много запросов Действительно Из-за того Что есть деньги Действительно Меркантильные интересы Ну и давай посмотрим Что же В результате Да Таких отношений Колючки Отношения Колючие Женщина Будет каприльничать Уже мужчина К ней будет Проявляться И просить Какой-то Благосклонности Ну тут Можно сказать Смело Что отношения Такими Пока что И останутся Исходя Из Жертвенности Исходя Из позиций Вынужденности Исходя Из позиций Пока так Надо Пока так Как есть Исходя Из позиций Отсутствие Чувства Любви Исходя Из позиций Взаимопонимания Просто Меркантильности Сексуальные отношения С сочувствующими людьми Со стороны Если вот у вас Есть такое В отношениях Посмотрите Кто со стороны Может наблюдать И поменяйте Какую-то стратегию Или уже Решайте И предпринимайте Что в этом случае Надо делать И куда уходить От Какого-то Такого Обьюза Потому что Тут В наказаниях Пожалуй Может быть И не стоит Переусердствовать В вынужденном Поведении Потому что В некотором роде Тут Женщина себя Продает Придает Да и мужчина Не особо любит Как с марионеткой С куклой Играет Хотя Вот вроде как На сердце Так к сердцу Лежит Женщина К сердцу Лежит Обязательно Ставь лайк Подписывайся Чтобы не потерять Меня У меня много интересного На канале И Увидимся С вами На следующих раскладах Если нужны Личные расклады Все ссылки В шапке Профиля Есть Есть Ватсап Есть Таплинк С переходом На Ватсап Есть На соцсети Везде Меня можно найти Поэтому Буду благодарна За лайки За подписки И за Поддержку Канала Пока Пока Продолжение следует